В Беларуси им зарегистрировали миллионного индивидуального предпринимателя. Это бизнес-леди из Бреста. К слову, ежедневно в нашей стране около 150 человек открывают свое собственное дело. Что сегодня способствует деловой инициативе, спросим у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой. Анна, добрый вечер. Действительно ли открыть свой бизнес теперь проще? Добрый вечер, Сергей. Если раньше на регистрацию требовалось около трех месяцев, то теперь можно уложиться за один день. И еще сократилось количество проверок, а санитарные нормы стали понятнее. Также накануне на общественное обсуждение вынесен пакет проектов по дальнейшей либерализации бизнеса. Дополнительные возможности могут дать новые правила рекламных игр. Предложения вынесли также на общественное обсуждение. Планируется, что розыгрыши можно будет проводить без регистрации, в том числе и в интернете. Также обсуждается возможность дать иностранным фирмам право изготавливать рекламу, в том числе и наружную. Напомню, что каждый может предложить свою идею на национальном правовом портале. Слонимский мясокомбинат получил премию правительства за достижения в области качества. Почетную награду вручил премьер-министр страны Андрей Кобяков. Главным достижением предприятия стало получение международных сертификатов безопасности продукции. Таким образом, миссия Слонимского мясокомбината «Здоровые продукты для здоровья нации» подтвердилась и на интернациональном уровне. Сегодня Слонимский мясокомбинат продает свои товары не только по всей Беларуси, но и экспортирует в другие страны. Внешняя выручка каждый месяц составляет около 3 миллионов долларов. То, что колбасы, мясо и другие изделия знают и любят миллионы людей – заслуга большого коллектива. Благодаря тем сотрудникам, которые даже не находясь на территории предприятия, а еще работая даже в сельскохозяйственных предприятиях, начинают работу с качеством от продукции, поступающей на наши предприятия, и там на каждом этапе в процессе переработки. Мы хотим до каждого потребителя донести продукт, который он хотел бы видеть. По вкусовым качествам, по органолептическим, физико-химическим, чтобы каждый потребитель в Республике Беларусь нашел свою колбасу. В Беларуси может появиться ассоциация автозаправочных станций. Общественная организация позволила бы выработать слаженную позицию всех участников рынка по различным вопросам и более веско отстаивать отраслевые интересы на уровне правительства. Для потребителей это означает дополнительные возможности акции, бонусы, участие в клиентских программах. 30 рублей в среднем потратят белорусы на Пасху. Давайте подсчитаем. Куличи от 1,5 рублей за 400-граммовую булку и до 28 рублей за авторский бездрожжевой с цукатами кулич. Яйца за десяток в пределах 2 рублей. Паскальные термоэтикетки для декора продают от 20 копеек до 3 рублей. И в каждом магазине можно найти кокосовую стружку, бисер, звездочки, конфетти, белый кунжут и другие готовые украшения. Цена от 30 копеек до 5 рублей. В качестве сувениров можно купить подставки для яиц, декоративные плетеные корзины, яйца, свечи, яйца из стекла, дерева или пластмассы. Цены от 1,5 рублей до 20 рублей. И о торгах на валютно-фондовой бирже. Накануне выходных евро и доллар сдали свои позиции. Таким образом, белорусский рубль укрепился к корзине. Европейский номинал 1 рубль и 99 копеек. Американский 1 рубль и 88 копеек. 100 российских рублей участники торгов оценили в 3 рубля и 34 копейки. Такими деловыми новостями завершается рабочая неделя успешных выходных. Сергей. Спасибо. С обзором деловых новостей была моя коллега Анна Рублева. Продолжение следует.